Здравствуйте! Добрый день! Приветствую всех! Здравствуйте! Отец Макавий, глава Патриаршей комиссии по семье протеерей Дмитрий Смирнов призвал кардинально пересмотреть систему воспитания мальчиков в России. Известно, что, к сожалению, в нашей стране много неполных семей и мальчиков воспитывают одни мамы, бабушки. В детских садах это воспитательницы, женщины. В школе преимущественно женщины-учителя. И мальчики не видят у себя перед своими глазами примера мужского. И вот протеерей Дмитрий Смирнов высказал ряд предложений по изменению воспитания мальчиков в нашей стране. В частности, это создание кадетских корпусов, куда он предлагает собрать всех мальчиков, растущих без отца. Также ввести в школах квоту, что не менее 40% педагогов должны быть мужчинами. А также для здоровых молодых людей сделать именно обязательные армии, то есть как-то более детально проработать этот вопрос. Вот ваши комментарии по этим предложениям изменения образования для мальчиков в нашей стране. Ну вот я слушаю вас внимательно. Отца Дмитрия я знаю. Вот. Даже с ним сотрудничество есть определенное. Вспомнил я слова Иоанна Златоуста. У него комментарии на Игбанне от Матфея. Вот Святый Иоанн Златоуст пишет. Не говорю, умрем за врагов, но говорю, будем по крайности, по крайней мере, не станем ненавидеть друзей. Вот. Понимаете, когда высказывания какие-то священнослужители вызывают возражения, то надо бы вспоминать эти слова Златоуста, потому что люди внешние, иногда просто не очень разумные, когда они слышат некий спор, несогласие, они очень с радостью потирают руки, смотрите, говорят, вот как священник такой-то, как он поносит священника другого, даже если он его не поносит. Но всё равно это может произойти такое впечатление, и увеличивается мера непривязни. Мы это видим иногда, а в самом деле происходит у людей, ну, хотя и имеющих, или имеющих священностан, кое-кого же Лишизистана, вот, а вот эта злоба выплёскивается из их рта, или из этих самых клавиш, и создаёт такой фон отвратительный. Но, понимаете, да, о чём я говорю? Что надо возражать друг другу так, чтобы это возражение ни в коем случае не вызывало ассоциации с ненавистью. Но, опять-таки, в Священном Писании, в лице апостола Павла говорит нам, что разномыслия между вами должны быть. Должны быть разномыслиями в Первом Послании к Олимпе. И мы эти разномыслия прятать не будем. И если мы видим шлипку, то мы её демонстрируем. То же самое в книге «Деяний апостолов», мы видим просто прямые примеры, как у апостола Петру было указано его ошибку, и так далее. Вот здесь надо такой баланс очень аккуратно поддерживать. Чтобы не было ни тени неприязни или признаков злобы, но не было бы ни тени согласия с тем, чем согласиться, невозможно и не нужно, и вредно. Вредно. Что значит вредно, понимаете? Вот спорят вот там открытка, детский корпус, ну, хорошее дело, они же иствуют. Мужчин, школы, прекрасное, замечательное дело, да. Я думаю, что кто тут будет спорить. Но надо послушать то, что говорит уважаемый отец Дмитрий, ушами разных наших сограждан, разного рода. Ну, вот в частности, отец Дмитрий Шмиднов любит очень порицать, а сказать попросту, осуждать врачей. Вот не люди, вот врачи, это все нехорошие люди, делают аборты, их им интересно только деньги. Послушаем его слова ушами врача. Или еще лучше, ушами человека, которому одному из миллионов, десятков миллионов, которые врачи, наши русские, российские врачи, спасли жизнь, здоровье, благополучие в семье. Он выслушает, как бы сказать, Филиппику против врачей как таковых, и скажет, ну знаете, если это православие, ну я, пожалуй, то православие-то не буду. Зачем мне нужно такое православие, где льется потоки грязи на медицинскую профессию? Послушаем ушами педагога, женщины, которые воспитывают детей. Ведь не сейчас, не только сейчас, в 21 веке, и не только в России в 20 веке, когда мужчины были перебиты миллионами, десятками миллионов на войне, или гнули свои, значит, эти хребты в шахтах или на заводах. А вообще во всем цивилизованном человечестве детей воспитывают женщины. Женский подвиг, материнский подвиг воспитания детей – обоего пола. Мужчина в традиционном обществе, он не воспитатель, извините. Мужчина в традиционном обществе – это работник, крестьянин, ремесленник, воин, труп убитый на поле брания, или что-то еще в этом роде. Женский подвиг – воспитать детей обоего пола. Ну да, есть у нас мужчины, священник где-то такой, где-то учитель в школе, конечно, есть. Но основная среда, в которой дети, я не говорю про подростков, юноши, а вот дети, проводят свое время – это среда материнская. И вот женщина послушает эти высказывания, уважаю, ваше Дмитрие, скажет, это вот православный священник так относится к нам, женщина, это он так о нас говорит, что нам нельзя поручать воспитание детей, ну, извините, если такова православная церковь, я в православную церковь не пойду. Вот так. И возьмем нашего какого-нибудь жителя России в другой нации, или даже в другое расповедание. Ну, лучше нации, потому что антид Дмитрий любит говорить очень что-то русских, мало всего, теперь у нас будут там татары всякие там, еще какие-то там чечены у нас тут, нас все силы у нас все заберут. Значит, они послушают эти слова, скажут, это так к нам относятся наши русские сограждане, это еще и к православной церкви. Ну, значит, православная церковь – это наш враг, реальный враг. Мы не только не пойдем в православную церковь, мы и будем добиваться того, чтобы туда никто не шел. Если православная церковь так к нам относится. Если она в нас видит врагов, если она желает, что у нас не было, или просто женщина послушает отца Дмитрия. Любая женщина скажет, это что же, я, получается, там вот требование такое, чтобы рожать не меньше, там пятерых. Это значит, я как свиноматка сейчас должна себя видеть, чтобы давай это сам поросят, как это сказать, норму поросят на свиноматку выполнять. Это такова моя, глядя, это у меня создал Господь. Как видит православная церковь женщину? Так, эту самую, какую-то, действительно, жительницу, насильницу скотного двора, которая должна оплодиться в нужном количестве, которое заказывает там такой на стороне. Услышав такие слова, женщина скажет, нет, я в эту православную церковь не пойду, если это православная церковь. И просто любой обычный, простой, православный человек, христианин, послушает это вот всё, филиппикам, всю эту логику, изложенную, уважаемый отцом Дмитрием, в отношении России, лет рождения, семьи. И он задаст один интересный вопрос. Простите, а где здесь Христос? Где во всём вот этом вот изложении, где наш Спаситель, ставший человеком, распятый, воскресший, ради нас? Где он? А его нет. А его нет. Есть какие-то административные меры, сколько процентов, кому куда, чтобы инородцев послать подальше, и тому подобное. Друзья мои, дело серьезное. Дело очень серьезное. К счастью, у нас заголовочек там есть, что в русской православной церкви там что-то определить. Нет, это не в русской православной церкви, это один уважаемый священнослужитель, он таким образом высказался. Если мы хотим узнать, что говорит русская православная церковь, о семье, о браке, о воспитании, о мужчинах и женщинах, об отношениях полов, о взаимодополнении двух полов мужского и женского, пожалуйста, слушайте, что говорит патриарх, и читайте основы социальной концепции русской православной церкви. Вот это будет голос церкви. Спасибо вам большое.